Аркама Вопросы к милиции Они всегда есть Такова жизнь Наш гость Роберт Витальевич Киут Министр внутренних дел Генерал-майор милиции Роберт Витальевич, вы неоднократно Бывали в нашей студии Отвечали на наши вопросы Благодарю, что и сегодня вы нашли для нас время Сегодня вопросов будет меньше, чем обычно Но вопросы эти Весьма конкретные и острые Вопросы, которые с нашей точки зрения Требуют оперативных разъяснений И на нашем сайте, и в телеграм-каналах Появляются комментарии Как серьезные обвинения Не всегда, кстати говоря, они исходят от анонимов И считаю, что тем более нам надо разобраться Есть ли объективная почва для таких негативных комментариев Моя соведущая, директор информационных и общественно-политических программ Лениза Геркия Лениза, передаю тебе слово С твоего вопроса мы начнем наше общение сегодня Спасибо Мы регулярно транслируем сводки МВД О конфискации майнинговых ферм Углубляться не буду Мы все знаем, какую проблему создают Майнинговые аппараты и властям, и населению Конечно же, в этом есть острая необходимость Борьба с майнингами ведется Мы это все наблюдаем и знаем Но, опять же, возвращаясь о сводках МВД Мы под комментариями видим, как активно обсуждается Что владельцам возвращаются изъятые конфискованные майнинг-аппараты Такое вообще возможно? В первую очередь хотелось бы отметить, что на самом деле МВД проводится активная работа по выявлению и пресечению данной видной деятельности Которая запрещена на территории Республики Абхазия Скажу вам так, что в прошлые года Возможно было вернуть эти майнинг-аппараты Путем, так скажем, судебного решения и всего остального В настоящее время с февраля этого года действуют уже другие, так скажем, правила То есть были внесены изменения в административный кодекс Которые позволяют изымать эти аппараты Но, несмотря на это, за весь период прошлого года Та работа, которая была проведена Все аппараты, которые были изъяты Они фактически возвращены своим владельцам не были Так как мы считаем, что возврат этого оборудования Это наша работа впустую То есть как бы все равно эти аппараты пойдут Как бы обратно будут установлены И будут потреблять незаконно, так скажем, электроэнергию Соответственно, если говорить о том, какую работу мы провели И как эта вообще работа выстраивается Скажу вам так, что в рамках прошлого года было изъято 3284 единицы майнинг-оборудования При этом, как говорится, постоянная работа по адресам И, возможно, нахождение этих аппаратов проводится работа И тем самым сотрудникам были проверены 1141 адреса Это в рамках прошлого года В рамках этого года уже мы изъяли 649 аппаратов И в том числе, скажем так, мы проверили 553 адреса То есть эта работа на постоянной основе Под личным моим контролем Она проводится И, как вы видите, есть определенные результаты Самая главная задача, конечно же, это предотвращение ввоза нового оборудования В республику Абхазия Понятно, то, что сегодня есть у нас здесь Часть из них изымается Часть приходит в негодность Соответственно, таким образом мы придем к определенному результату То механизм, как вообще производится изъятие этого оборудования То есть, как бы, в основе своей, это наши сотрудники Выявляют места, как говорится, их установок И, соответственно, после чего они информируют госстандарт Который совместно с нами уже осуществляет изъятие этого оборудования Далее изъятая оборудование помещается в склады госстандарта Скажу вам так, эти склады были подготовлены ранее Да, вот, по указанию руководства страны Где это все и складируется В настоящее время никто не имеет права Оттуда выдать хотя бы одно майдерное оборудование Обратно же, скажу вам так, периодически проводится проверка Проверка наличия этого оборудования То есть, количественного состава в этих складах И каждый раз эти цифры поступают в руководство страны То есть, президент и премьер-министр Под личным контролем руководства страны Эти майнинги оборудования хранятся Ну, знаете, вот, правда же говорят, что дыма без огня не бывает Я сейчас просто об этом подумала Потому что, когда я прочитала такие комментарии Я, честно говоря, возмутилась Потому что несколько лет мы постоянно передаем сообщения Которые исходят от вашего ведомства О борьбе с майнингами и так далее Не только вы боретесь, еще другие, значит, структуры Правоохранительные, которые вместе с вами занимаются этой работой И вообще это не самое легкое направление абсолютно И мы понимаем, в какую сложную ситуацию страна оказывается Очень часто Из-за электропотребления незаконного Прямо взлетают, скажем так, показатели И многие начинают понимать, что это все происходит из-за майнинга До, получается, прошлого года вы говорите Что путем судебных решений владельцы майнингов могли вернуть себе майнинги Такое происходило на практике Они прямо возвращали себе майнинги? Скажу вам так Обратно же говорю В феврале этого года было принято соответствующее решение Было изменено, как говорится, определенное правило в административный кодекс Что позволило сегодня не возвращать эти майнинги, аппараты Но в предыдущие годы все то, что фактически было изъято Оно все в судебном порядке было возвращено Многих мы склонили к тому, чтобы были, как говорится Это оборудование было вывезено с республики Но обратно же, с учетом отсутствия определенных законных мер Тогда эта ситуация работала таким образом Но с начала прошлого года, скажем так Проблема была с законодательством? Законодательство не успевало за ситуацией? Конечно, не успевало Не то, что не успевало Законодательство позволяло возвращать То есть в судебном порядке человек мог отсудить Ну, закон, вы понимаете, суд, решение суда, это, конечно, уже закон То есть одной рукой мы боролись, а другой рукой, получается, что мы возвращали Другой мы, как говорится, получаются, такие вещи, наверное, допускали Но скажу так, с начала прошлого года Да, вот волевым решением Нашим волевым решением, руководители По команде руководства, конечно же, ни один аппарат не вернулся Даже без учета наличия, так скажем, судебного решения Скажите, какая-то часть изиатых майнингов Не хранятся у вас в каком-то помещении? Или они все централизованы где-то в одном помещении? Вы знаете, бывали разные случаи, когда отсутствие места, там, хранения Мы бывало, когда у себя тоже Но то же проблема, мы же не были готовы к этому Конечно, к этому вопросу никто не был готов И, соответственно, складские помещения, они уже подготовлены, там все хранится Скажу вам, бытность моего руководителя службы госбезопасности Там также была проведена работа, что, вы понимаете, очень серьезная работа проводилась Тоже, наверное, видели в этом направлении, она сейчас тоже с сотрудниками проводится Но было изято порядка полутора тысяч аппаратов, которые складировались у меня в помещении Тут, скажем, в подсобном помещении службы госбезопасности Конечно, было очень много обращений граждан, которые проходили с судебными решениями и все остальное То есть для того, чтобы их вернуть, ну, ни одну единицу, скажу вам так, со всей ответственности заявляю Я лично не отдал Такие же меры были предприняты мною, когда я уже был назначен министром внутренних дел Для того, чтобы вот этот процесс как бы не работал, мне приходилось складировать у себя Далее, как госстандарт, но он должен принимать законные решения У него с учетом того, что не было возможности противодействовать возврату, так скажем, этого оборудования Соответственно, они вынуждены были возвращать И на такие меры мы пришли, то, что складировали у нас, просто так физически их просто не отдавали В настоящее время, согласно действию этого законодательства, мы можем уже в рамках закона не возвращать В настоящее время, я считаю, что те действенные меры, которые предпринимаются в отношении, в борьбе с незаконной добычей криптовалюты Я считаю, что это достаточно справедливые меры Наша республика не имеет возможности сегодня электроэнергию тратить именно на комфорт некоторых людей Мы понимаем, что люди сегодня сделали из этого, так скажем, основной свой заработок Бросим, наверное, какие-то другие направления, но в то же время это не совсем, так скажем, правильно Ну и обратно же, я не энергетик, но периодически мы слышим и интересуемся отчетами То есть мы с учетом того, что проводим определенную работу, мы же должны понимать, насколько это полезно Да, вот становится и отражается нашей энергопотребляемости в стране Ну, в рамках прошлого года и этого года мы существенно сумели снизить потребляемость электроэнергии Что нам позволяет сегодня, в принципе, избегать определенные последствия, ограничения и многое другое Да, в другие дела лезть не могу, конечно, но то, что нам верено И мы, скажу вам так, к этому относимся достаточно справедливо и правильно Я могу сказать, что за работу по выявлению маленьких оборудований Мною лично, как руководителем службы госбезопасности в прошлое время И ныне руководителем Министерства внутренних дел Поощряются сотрудники, конкретно поощряются сотрудники Фактически, скажу так, выкупаем Для того, чтобы они сегодня шли и работали, я им плачу дополнительные средства То есть поощряю в виде, как говорится, денежных курентов они постоянно получают Трудно отчаться с людьми по поводу этих фернов Я заход к этому и хочу подойти Люди, на самом деле, на этом, как говорится, зарабатывают какую-то копейку Ты приходишь в дом и забираешь средства, так скажем, его дохода Конечно же, серьезное противостояние у нас всегда, фактически везде Серьезное противостояние И этот натиск необходимо им сдерживать Какого только уровня давления не происходит у наших сотрудников Ну, за себя мы не говорим, так как мы, я стараюсь к себе по этому вопросу вообще никого не подпускать Самое главное, знаете, в этой ситуации не создавать прецедентов Кому-то помочь, а кому-то не помогать Для закона и правопорядка должны быть все равны Это не только майнинг и касательно Это трудно соблюсти, очень сложно Потому что и часто говорят, что вы у этого смогли взять, а у другого, извините, не смогли взять Такое бывает, что вы поворачиваетесь и уходите Вы знаете, как я вам скажу Вот, чтобы пришел кто-то взял У меня такого не было нигде и никогда Я не дышусь говорить за других Это каждый за себя отвечает Но если руководитель работает по своим правилам, которые он установил И они эффективны сегодня То он должен, наверное, их придерживаться Вы знаете, как мы не должны разделять наше общество на своих и чужих Мы должны ко всем относиться одинаково То есть если запрещено всем Это должно быть запрещено для всех Для любой категории наших граждан Были другие ситуации, скажу вам так По отдельным, наверное, скажем, майнинг-фермам Где пытались некоторые наши граждане Раскрутить ситуацию, что были там у нас какие-то конфликты Что нам пришлось под каким-то давлением кому-то что-то вернуть Либо не изъять Со всей ответственностью заявляю Что все то, что было с нами, как говорится, выявлено Все было изъято И ни одна единица никуда никогда не возвращалась И вот знаете как То есть вы уверены, да, в своих сотрудниках? Я не то, что уверен в своих сотрудниках Я уверен в первую очередь в себе Скажу вам так А то, что должны делать мои сотрудники Находится всегда под моим личным контролем Я думаю, это такая цепь, которую не разорвешь Если ты контролируешь деятельность своих сотрудников Если ты видишь эти единицы И периодически это перепроверяешь Поверьте мне, ничего не произойдет Они отчитываются Не было ни одного случая, что вот крупная ферма Вы приехали, но даже генерал-майор милиции Не может изъять эту ферму Такого не было на территории Абхазии Не было такого Я понимаю, о чем вы говорите Это слухи? Об этом и говорил как раз только что Да Вот то, что тиражировалось в сети интернет, так скажем Это неправда Приехали туда мои сотрудники И забрали все, что было, почистую Заявляются все ответственности Вы знаете, да, конечно Без внимания сами же хозяева это не оставили Они проходили Мы с ними достаточно, скажу вам так В спокойной обстановке переговорили Все поняли ситуацию То есть никаких возмущений с их стороны не было Ну что, ну понятно У нас это все обрастает слухами Обрастает слухами именно с той стороны Откуда хотелось бы, чтобы было бы так Вы понимаете, у нас с любыми гражданами Есть полное взаимопонимание Я вам еще раз говорю, что с этими гражданами За которых идет речь В достаточно спокойной обстановке Обсудили вопрос, они нас поняли И без каких-либо препятствий Как говорится, все выдали Так что, говорить о том, что Какие-то конфликты были там Чуть ли не кому-то кто-то угрожал Вы знаете, у меня тоже куча звонков было Очень много людей мне звонило Из числа даже моих родственников и друзей Которые спрашивали Если это правда, тебе нужна помощь Мы с тобой рядом встали Потому что мне помощь не нужна Я всегда готов любому нашему гражданину Объяснить, на самом деле Что с его стороны нарушается закон Главное правильно подойти к любому человеку Знаете, как у меня личных противников В нашей стране нет Я осуществляю свою работу И мои сотрудники также занимаются Именно той работой, которая И той задачей, выполненной задачей Которой я ставлю им И, соответственно, сейчас За то, что мы соблюдаем закон Поверьте мне Конечно, кому-то может это не понравиться Но конфликтов нет Не понравится, конечно Потому что это легкие деньги Я сейчас начала думать Знаете, это в процессе нашего общения Не хочу сравнивать это с наркотиками Но там ведь тоже легкие деньги Да и здесь тоже легкие деньги Но последствия может быть разные Разница большая Но, конечно же Легкие деньги все равно И там, и здесь Вы знаете, как я вам скажу Наверное, в нашем обществе все-таки Это, знаете, как Винить наших людей в том, что они стараются И сегодня искать легкий источник дохода Это нельзя Неправильно, я считаю Потому как Послевоенный период Именно к этому нас и приобщают Но когда энергетика разваливается Что делать? Мы мало думаем об общем Мы думаем о себе Хорошо, давайте так сказать Когда мы разграбляли и ломали Крушили, вырезали В качестве металла И всего ценного То, что наши крупные объекты Которые сегодня невозможно построить И никогда в жизни наша страна не построит Это делали люди, которые себя называют Патриотами до сих пор И это делали люди, которые и сегодня Также ищут легкий источник дохода Так как другого дохода, видимо Им тяжело, как говорится Пока перестроиться Хотя перестраиваться по чуть-чуть Люди перестраиваются А на них равняются другие Которые также хотят жить хорошо Но вот, к сожалению Такая проблема, она есть Это В этом винить наше общество Я считаю, будет неправильно Кто как мог, так выживал Если была бы возможность Скажем, вот в России Вот я вчера пересмотрела Очень много фактов Вот по Российской Федерации У них-то энергетического кризиса нет Как у нас Мы буквально вообще Без киловатта электроэнергии Можем в любой момент остаться Такой проблемы нет у России Но тем не менее Там тоже, кстати говоря Ну, майнеров много Очень настолько много Что во многих регионах Вообще На какие только люди не идут Ухищрения для того Чтобы подключиться Именно незаконно Я имею в виду Россию Люди В психбольнице Могут майнеры поставить В университете Могут майнеры поставить Вообще Чего только они не придумывают И у них иногда Электропотребление возрастает Два с половиной раза В некоторых регионах Вы сейчас когда начали говорить Об объектах конкретно Мне почему Стало чуть, наверное Улыбнулись Это точно Улыбнулись Я знаю С каких объектов Мы здесь забирали То есть как бы С культурных И различных Так скажем Объектов Вы знаете Как Ну я сейчас Не готов Судить Каждый Наверное Пытается Как-то на самом деле По-своему Заработать Легкие деньги Но я призываю Я призываю всех граждан Этим не заниматься Не вкладывать В это деньги Скажу вам так Если взять В целом Те средства Которые вкладываются В развитие Вот этого направления Противозаконного Лучше В чего-нибудь Толковое Другое Вложить Которое Будет стоять На земле Так скажем И приносить Прибыль Это будет Называться Капиталом Вот я вам скажу Так Это будет Капитал Который будет Не и только его А в долгосрочной Перспективе Кормить его Детей и внуков Потому как На эту деятельность Тратят люди Миллионы Десятки миллионов Рублей И вы понимаете Сегодня Вот просто Представьте себе Вот буквально На днях Мы изъяли Мы думали Что таких ферм Больше нет Буквально на днях Мы в селе Ачидара Изъяли 170 С лишним Как говорится Единиц Майнинга оборудования В этом селе Все друг друга знают Все общаются Да И они не знали О существовании Этой фермы Ну я не буду Говорить Наверное Знаете Как тот Кто будет слушать Наверное знает Чьи это фермы И кто там Рядом живет И вообще Что происходит Те люди Которые должны были Правильно отреагировать Так как Знаете Они наверное Когда-то Ну если бы государство Не стало бы добиваться Перетока И платить за это Вот такие большие деньги И так далее Если бы мы все Остались бы без света Тогда наверное Уже люди начали бы Говорить Говорить правду Скажу вам так К сожалению Вот есть одна Большая проблема Именно в том Заключается она в том Что Наше общество Гораздо критиковать Несостоятельность Нашего руководства Страны Там Правительства Различных ведомств Что мы Якобы Не справляемся С своими обязанностями Что у нас Все провально Но это далеко Не так Скажу вам так Потому что Количество Личного состава Даже в министерстве Да вот Оно же все-таки Ограничено Так же И они работают В населении Фактически На душу населения Нас немного И территориально Мы охватить Всю территорию Абхазии Одновременно Находиться в каждом доме За каждым рулем Мы не можем Люди почему-то Считают Что это не их дело Это не их дело Вы знаете как У меня по соседству Люди пытались Прямо это еще было В первые Так скажем Периоды Пытались Установить Это оборудование Я утром Выхожу Сижу с машиной Слышу шум какой-то Я же должен По нему пройтись Дошел до этого шума Попросил Уберите Ну убрали Какое-то время Принесли Снова поставили Вынужден был Прислать Так скажем Сотрудников милиции Которые Цинично очень Это было еще Года три Может назад Но и Некоторые Прикрываясь тем Что живут со мной рядом Где-то кому-то Ходили И рассказывали Что Как бы Чуть ли не Он там в доле И он прикрывается Что я такими вещами Заниматься в априори Не могу Так как То С чем борюсь И заниматься Этим же делом Но это наверное Неправильно Несправедливо Потому как Знаете Любой пример Пример Вот как вы говорите Вот если Почему У меня нет такой ситуации Что кто-то мог прийти И мне поставить В упреки И забрать У меня что-то Любой деятельностью Преступной Если ты будешь заниматься Обязательно Тебя этим Будут попрекать И решать Свои вопросы Виталий Витальевич Вот К изначальному вопросу Постановке Изначально Вернемся Для того Чтобы завершить Этот вопрос Потому что У нас еще Есть вопросы Да В целом Майнинговые дела Мы не планировали Вот так широко Вот Сегодня обсуждать Вот нас интересовал Только вот один вопрос Возможно ли Вообще Из-за Возвращения И конфискованных Майнингов Значит Владельцам и так далее, потому что иногда и комментарии такие встречаются, понимаете, кого-то вводят в заблуждение, но потом начинаешь думать, а вдруг на самом деле есть такие факты. Если есть такие факты, то получается, что борьба, о которой мы говорим, такая жесткая борьба, она является мнимой. Не хотелось бы заниматься мнимой борьбой, мнимой компанией и так далее, освещением вот таких вот дел и так далее. Поэтому опять возвращаясь к этому вопросу, вы уже сказали, что то, что у вас хранится, ни один майнинг никуда не ушел и не может уйти и так далее. Далее. Вот недавно один человек меня убеждал в том, что вы, Ирина, наивный человек, вам кажется, что то, что изъяли, не возвращается и так далее. И они мне сказали, вот пойдите, посмотрите, например, помещение, где хранится у госстандарта конфискованные майнинги. И, кстати говоря, мы это сделали. Я еще не видела материал, но наш корреспондент побывал в госстандарте. Насколько я знаю, пообщался с сотрудником госстандарта. Они, кстати, очень легко пошли на диалог. Абсолютно. Вот я это знаю. Посмотрим. По-моему, они даже сняли склад, где хранятся майнинги. Давайте вместе посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Все изъятое оборудование, самовольно подключенное к сетям единого оператора, подлежит изъятию, а впоследствии уже конфискации на основании решения суда. С февраля месяца текущего года были внесены поправки в закон, также в кодекс об административных правонарушениях, согласно которому на объектах, где выявляется майнинг-ферма, оборудование изымается, материалы передаются в суд, а впоследствии суд выносит решение о конфискации данного оборудования. Склад временного хранения госстандарта Республики Абхазия. Все изъятое оборудование попадает на этот склад. Склад под надежной охраной. Здесь несут службу двое сотрудников вне ведомственной охраны. Стоят видеокамеры, датчики движения. Никто посторонний на склад проникнуть не может. После внесения поправок в закон и в кодекс об административных правонарушениях с 14 февраля было изъято свыше 500 единиц майнинг-оборудования. По 282 единицам уже принято решение районными судами о конфискации оборудования в пользу госстандарта. Остальные материалы на рассмотрение судов и районов будем ждать вынесения решения. В данное время у нас на складе 2916 единиц оборудования. Все оборудование, которое попадает к нам на склад, оно фиксируется в специальном журнале, в котором также расписываются инспектора энергонадзора, которые находились на мероприятиях при изъятии. Хотел бы также подчеркнуть, что изъятия на майнинг-фермах проходят совместно или же с сотрудниками МВД, УБЭП, а также с сотрудниками СГБ. Также работают отдельно районы участковые. По информации участковых мы также совместно с ними отрабатываем выявленные фермы, и изъятое оборудование поступает к нам на склад. Майнинг-оборудование, ранее изъятое, выдается абонентам. Хотел бы опровергнуть эти слухи. Уже около года ни одно оборудование со склада не выносилось. Только поступает к нам на склад. Будем надеяться на то, что на самом деле все происходит достаточно честно, хотя бы в какой-то степени. Я вам скажу так. Такого рода объекты, они должны особо охранять. Там есть хорошая охрана, есть видеонаблюдение. Почему? По одному простому вопросу. Там очень дорогое оборудование. И отвечать, конечно же, тем, кто его охраняет, кому они перенят, должны, соответственно, персоналы. За это не поставить там ни камеры, я потому, что этот склад какое-то время готовился. На него потрачены серьезные средства для того, чтобы такое складское помещение подготовить. И оборудовать соответствующим образом, чтобы оттуда невозможно было что-либо вынести. Судебные решения, которые выносятся, они вас удовлетворяют как-то вот? Или вы считаете, что есть проблема? Вы знаете, как я вам скажу так. Для того, чтобы эту борьбу окончательно завершить и получить хорошего эффекта, нам необходимо работать в тандеме не только с госстандартами службы госбезопасности, а нужно работать еще в тандеме с нашими энергетиками. Понимаете? А также, чтобы наши судьи принимали соответствующие решения. Уже, конечно, у них такой возможности принять решение нет, с учетом наличия этого закона. Но ранее, ранее такого рода решения, которые выносились, я считаю, что они ущербные для нашего государства. Но и скажу вам следующее. Ни одна майнинг-ферма крупная не может быть установлена без сотрудников Черномор Энерго. Это не говорит, что там руководители и кто-то другие. Это те специалисты, которые умеют установить трансформатор, протянуть линию там, вовремя отключить высоковольтную линию для того, чтобы провести определенные работы. Об этом я лично говорил не раз, и им в лицо. Скажу вам так. И они должны, наверное, вспомнить, где и кому и когда это было сделано. Без специалиста установить майнинг-оборудование невозможно. Хорошо. Если мы все относимся к этой работе ответственно, и мы считаем, что это очень важно для наших граждан, для того, чтобы сегодня энергетический ресурс тратился именно правильно, и люди имели возможность сегодня иметь все необходимое, связанное с электроэнергией, я считаю, что мы должны ответственно относиться к этому. Можно еще один вопрос? Не знаю, можете ответить, может нет. А какую роль в этом вопросе играют главы районов и сел? Как вы взаимодействуете? Главы районов и сел постоянно, если вы видите, президентом в том числе, в первую очередь проводились и проводятся периодические совещания, где до них доводится необходимость борьбы с этим правонарушением. Но обратно же не вижу, чтобы от этого был большой эффект. Мы все какое-то отношение имеем к силу. Не будем говорить о городе. Город – это, конечно же, чуть-чуть другая атмосфера и все остальное. В селе глава, наверное, должен знать, кто чем промышляет. И, наверное, определенный индикатор должен действовать. Даже когда у человека появляются финансовые средства, вольно-невольно, ты обязательно на это обратишь внимание. Понимаете? Я понимаю, что людей жалко и все остальное, но тем самым на его же долю приходит определенное количество потреблений электроэнергии, то есть на его село. А задолженность, она остается. А кто ее должен перекрывать? Это безответственность главы самого села. Глава районов ставит эту задачу. Ну, в каждое село прийти кто должен? Я думаю, что глава села, он имеет возможность хотя бы в течение месяца пройти каждый дом. Прийти просто в гости, посидеть, как обычный шаг в дороге. Покушать, вебеди прислушаться. И посмотреть хотя бы, как линии пройдут, куда они вообще идут. Просто знаете, скажу вам так. Когда мы говорим о том, что во всем виноваты руководства нашей страны, это несправедливо. Я еще раз говорю, я никого не защищаю, но я говорю, это несправедливо. Мы сами должны в своем доме навести порядок, для того, чтобы кому-то еще говорить. Это все вместе должно работать. Вы понимаете, если гуманный подход к тем людям, которые сегодня возглавляют села, имеется со стороны руководства, так ты должен это оценить и сделать. У нас маленькая страна, и навести порядок здесь возможно. Если мы сегодня силовики показали существенный результат во многих направлениях, то я считаю, что в хозяйстве этот результат можно было бы показать уже давно. Нам задают вопрос, и к вам, в смысле к ведомству, к Министерству внутренних дел тоже вот обращаются очень иногда, значит, наши пользователи социальных сетей, и говорят, что где же они хранят наркотики, которые взяли? Кто знает, как они уничтожаются, когда они уничтожаются и так далее? Не распространяются эти же наркотики уже сотрудниками и так далее? То есть я понимаю, что они это пишут не утверждая, но они спрашивают, значит, у них есть определенное недоверие. Поэтому как вы прокомментируете этот вопрос? Наркотики, которые изымаются, какая процедура, хранение, уничтожение? Здесь тоже вы уверены в том, что вот в вашем ведомстве в этой связи все хорошо? Ну, уровень недоверия, к сожалению, к нашим сотрудникам остается еще на очень высоком, так скажем, на высокой планке. И, конечно же, люди имеют такую возможность говорить о том, чтобы вроде бы, знаете, интересоваться, куда уходят изъятные наркотики. Я вам скажу следующее. Все изъятные наркотические препараты у нас хранятся в экспертно-криминалистическом центре. То есть они все после изъятия, взвешивания и всех тех процедур, то есть определение характера наркотического препарата, его свойства и все остальное, помещаются в отдельное помещение, где они опломбированы и все как полагается. То есть все реквизиты для того, чтобы этот препарат больше не вышел куда-то в обороте или не попал бы в руки, они все соблюдаются. После чего, в течение определенного времени... Они хранятся у вас до какого времени? Когда они должны быть уничтожены? Любой наркотический препарат подлежит уничтожению после того, как принято по нему решение суда. То есть до принятия решения суда мы не имеем права его уничтожать, так как либо адвокат, либо сам преступник, который его распространял, может потребовать его для обозрения. И мы соответствующим образом должны это предоставить. Это по требованию. Постоянно действующая комиссия существует, составит, как говорится, наших представителей, представителей службы госбезопасности, генеральной прокуратуры, парламента, то есть правительства. То есть такой достаточно, скажем, большой состав этой комиссии, при которых это все выносится на обозрение, обратно же показывают, что все в таком виде, в котором оно было, оно есть вот в сохранности. И путем сжигания это все уничтожается. А видеофиксация производится? Конечно. Записываете на видео? Мы делаем отдельные репортажи, и на нашем сайте мы это все размещаем. Все, вся процедура, связанная с незаконным оборотом наркотика, от начала изъятия и ее, как говорится, уничтожения, все фиксируется на камеру, чтобы вы понимали. То есть, конечно, лабораторный процесс его фиксировать невозможно, так как там работают специалисты соответствующие. А так могу заверить, что слухи о том, что оттуда может это уходить и дальше распространяться, как бы не соответствуют действительности. Это и не должно быть так. Я не сужусь говорить. Кто отвечает вашим ведомствам за то, чтобы ничего оттуда не ушло? Скажу вам так, есть руководитель экспертного центра, есть его куратор, который непосредственно курирует это направление, ну и, соответственно, министр, который, в принципе, персональную ответственность это должен нести. Ну, за каждому следить вы не сможете. Собственная безопасность этим занимается? Служба собственной безопасности? Вы знаете, как я скажу, у нас служба собственной безопасности занимается всеми вопросами, которые сегодня возникают, и периодическую проверку мы проводим по всем направлениям. То есть, есть плановые проверки по деятельности отдельных подразделений. Данное подразделение тоже периодически подпадает под это. Там своя специфика определенного подразделения. Конечно же, в это подразделение каждого человека не запустишь. Есть определенные ограничения, есть доступ, уровень доступа и все остальное. Люди, которые в этом направлении работают, они достаточно, скажем так, квалифицированные, проверенные, изученные, так скажем, и имеют соответствующую сертификацию. То есть, люди, которые не имеют возможности себе допустить такого рода... Это преступление, конечно, будет. Мы в студии Аргама беседуем с министром внутренних дел Робертом Киут. Продолжаем нашу программу. Денис, пожалуйста. Мы наслышаны о жестокости полицейских в других странах, но у них полиция, у нас милиция, неважно. Если вот брать США, статистика, конечно, удручает. Статистика об убийствах, совершаемых полицией. Ну, не хочется так далеко забегать, заходить, примеры других стран приводить. У нас все-таки другой менталитет и законодательство другое. Факты, когда сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими полномочиями. Обсуждается очень активно инцидент, связанный с побоями юноши. Хотелось бы, чтобы вы разъяснили эту ситуацию. Вообще хотелось бы, чтобы высказали свою позицию по этому факту и другим таким фактам. Да, имеет место быть такая информация, так скажем, да, которая распространена в обществе. Я лично беседовал и с матерью, самого подростка, и самого подростка тоже видел. С первого момента, как эта информация до меня дошла, соответствующим образом была дана команда провести разбирательство. То есть управление, собственно, безопасными ВД было поручено изучить, то есть, как говорится, составить соответствующий материал, то есть провести опросы и все остальное. То есть весь комплекс мероприятий провести для того, чтобы доказать либо порыва провергнуть такую информацию. В настоящее время данные сотрудники, с учетом того, что в отношениях ведется разбирательство, они отстранены от занимаемых должностей, так как, чтобы не имели возможности влиять на процесс этот, как говорится. Но и, скажем так, мое личное отношение к этому вопросу вполне адекватное и вполне нормальное. Это не только из того вопроса, что касается ребенка. Это любого гражданина, которого нашего, если будет касаться, я обязан, и, в принципе, по-другому я никогда не поступал, подходить к этому объективно. Конечно же, бывают различные ситуации, когда наши сотрудники применяют определенную силу. Она иногда даже необходима в целях, можно сказать, в том числе и самообороны, либо принуждения человеку к законным действиям. Но некоторые ситуации выходят из рамок этого. Соответственно, по этим ситуациям проводится соответствующее разбирательство. И все те, кто причастны, если их вина будет доказана, они привлекаются к ответственности, в том числе и уголовной. Я вам приведу пример. За мою бытность министром внутренних дел. В Гале был случай, слышали, наверное, с гражданином Карбая. Я ни в коем случае не стал кого-то выгораживать. МВД поручил провести разбирательство. И в настоящее время в местах решения свободы, то есть как бы в камере находятся два сотрудника МВД. То есть управления... Гарской милиции, да? Гарской милиции. Один из них сумел покинуть республику Абхазия. Никто из наших сотрудников не имеет права превышать свои полномочия. А много вообще таких случаев? Вы знаете, как сказать, чтобы их много? Конечно, нет. Немного таких случаев. В большей степени это некоторые ситуации, скажу вам так, надуманные. Вот как бы хотел бы видеть человек, чтобы очернить деятельность милиции. Вы знаете, как я не собираюсь выгораживать своих сотрудников, которые ведут себя именно так. Есть определенные рамки, из-за которых выходить нельзя. Ни в коем случае. Потому как мы сегодня не являемся карательным органом. Мы обеспечим, наоборот, правопорядок и безопасность наших граждан. Мы должны быть нацелены на это. Если вы видите... Вы, в принципе, у себя транслируете мои многие репортажи. Особенно это в первые дни, когда был назначен руководителем ведомства. Соответственно, я ездил по районам, по всем подразделениям Министерства внутренних дел. И первая и главная задача, это моей... Оно всегда было так, да? Изменить облик милиционера абхазского. То есть это правильное отношение к нашим гражданам. Уважительно. И как они должны себя вести, чтобы вы понимали... Для меня это самая главная задача. Когда я был в службе госбезопасности руководителем, мне пришлось выработать памятку поведения сотрудников госбезопасности. Почему-то, знаете, вот в основе своей... Под чего это происходит? Происходит это потому, что многие, скажем так, наши сотрудники не закончили профильные вузы. Их не обучали тому, как их надо себя вести. Окончив, понимаешь, получив гражданское образование, попав в силовые структуры, ты, конечно же, чуть-чуть, наверное, не понимаешь свои права и обязанности. Если тебе... Поведение. Если до тебя их не доводят. Как только молодой сотрудник приходит на службу, его должны обязательно ознакомить с его правами, конечно же. Но и в первую очередь он хорошо должен вызубрить свои обязанности. Если он не будет знать своих обязанностей, он обязательно будет совершать такого рода деяния. Так как они считают, что погоны и должность – это вседозволенность. Такого понятия нет. Мы, как сотрудники, несем еще большую меру ответственности по закону за те деяния, которые мы можем совершить, чем гражданские лица. Понимаете? То есть и эту грань переходить ни в коем случае не позволит. Но когда человек об этом не знает, когда ему никто не говорил, и он пришел на работу, его повели, и на его глазах задерживают человека, ему наносят какие-то побои и все остальное, он считает, что это правильно. А он же сильнее, допустим. И вот он считает, что свою силу нужно применить в полном мере. Сила – это не значит, что, как говорится, ты решил вопрос силой. Надо решать вопрос умом. Обычно, знаете, легче всегда договориться, чем решать проблемные вопросы, когда ты их уже создашь. Нет таких людей, которые бы не пошли с тобой. Ту же самую камеру. У нас, конечно, такие правонарушения, они не носят такой системный характер или институциональный такой характер. Это вот встречаются единичные факты, но они тоже, конечно, вызывают возмущение вот у общества, общественности. Но вот в данном случае я даже не по отдельным фактам, потому что по отдельным фактам, не зная материалы дела и так далее, вряд ли я смогу задать профессиональный вопрос. И хочется просто у вас, как у милиционера, вот спросить. Вот скажите, ну, вы достаточно молодой генерал милиции, все понимаю, но опыт оперативной работы у вас есть, правда же, большой, наверное, опыт работы. Скажите, вы встречали во время всей вот этой вашей службы жестоких сотрудников милиции? Жестоких. Вот пусть один человек, два человека и так далее. Мне вообще интересна сама природа жестокости, вот откуда. Потому что у нас общество, кстати говоря, небольшое, и все друг друга знают. Вот есть отдельные фамилии сотрудников милиции в разных районах. Они мне даже, мне даже они известны. Они известны, эти сотрудники, как очень не жесткие, а даже жестокие. И про них знают многие. Но вот не называем фамилии, вот скажем, да? Но вы же встречали таких людей? Вы знаете, как... Честно. Мне повезло с ними не пересекаться. Я долгое время, ну, как бы всю основную работу работал в другом ведомстве, наверное, к которому они относились более уважительно. Но скажу вам так. Тут не в жестокости, наверное, дело. Есть люди, которые не должны служить в органах. Вот это, наверное, другое дело. Люди по 30 лет работают в органах, может и 40 лет. 30 лет и даже всю жизнь можно там прожить и оказаться случайным человеком. Когда, наверное, проявляются такие качества, как психическая у него равновешенность сотрудника, чрезмерная такая, скажем, агрессия, наверное, с этим сотрудником нужно как-то попрощаться, так как он создаст обязательную проблему. Ну, в наши прошлые периоды, скажу вам так, у нас была нехватка кадров. Милицию принимали всех подряд, кого могли. Вот на самом деле, кого могли, кто имел желание, потому что посевоенный период, это, знаете, какой сложный был период, надо было, наверное, пополнить ряды, и никто особо не выбирал, кто туда пойдет. И каждый пытался там мускулами или каким-то своим психическим расстройством показать, что он как бы сегодня есть кто-то, личность. Что он закон. Силой, как говорится, показать, что он личность. Сегодня этот порядок не работает. Здесь интеллект должен работать. Мы живем в другом мире. Мы в другой стране уже живем, в корне другой стране. Тут нужен интеллектуальный подход, правильный. Творческий подход должен быть. Хорошо, это должно быть. Но я уверена, что и в вашей системе есть люди, которые еще не пострадали за свою позицию, за свою жестокость, за свое неправильное поведение и так далее. Как вы можете их выявлять? Они сами выявляются, скажу вам так. Они всегда сами выявляются. Но, к сожалению, великому скажу обратно так. Есть такие сотрудники, которых нам навязывают обратно вернуть в суд, которые совершали такие деяния. Суд принимает решение, что мы его вернули, еще компенсировали ему ущерб. Человек, который нанес на самом деле вред здоровью нашим гражданам. Я вот был недавно случай, когда я противился тому, чтобы он был устроен обратно, этот сотрудник, на работу. Но суд обязывал меня его вернуть. Вы знаете, как я хорошо, если мы говорим об одном, нужно и вторую сторону. МВД всегда принимает, и руководство МВД принимает правильное решение. Я вам скажу так. Если вот эти ребята, которые сегодня в отношении этого парня молодого применили силу, их вина будет доказана, они будут наказаны по полной строгости закону. Когда милиция или сотрудники милиции задерживают за какие-то правонарушения и так далее, наши граждане могут оказать сопротивление, могут нахамить, могут спровоцировать. Конфликт это бывает. Но этому мальчику 14 лет. Вообще нам интересно, что случилось такое? Вы знаете, я вам скажу так. Есть закон о милиции, который позволяет применять специальные средства, и в том числе силу. Это направлено именно на то, когда ты задерживаешь преступника, который может и оказать сопротивление, либо оказать тебе какую-то вред, допустим, вооруженному и все остальное. Это вполне законно. Но выход из рамок вот этих законных мер наших, он должен быть наказан. Я вас еще раз уверяю, уверяю наших граждан республики, в том, что я не собираюсь кого-то прокрывать. Но и скажу вам так, вот наговаривать и, как говорится, давлеть, либо вынуждать меня принимать меры, те, которые не соответствуют, я тоже не стану. Понимаете? Я не стану принимать те меры, во благо чьей-то прихоти, я буду принимать меры по существу. То есть, по существу разбирательства. Это не только мое ведомство занимается разбирательством, по этому факту занимается разбирательством прокуратура. И наш материал, пока разный, так скажем, вот в двух ведомствах проводится разбирательство, мы его в конце объединим, сравним и примем то решение, которое будет справедливым и правильным. В отношении тех лиц, если они виновны, они будут наказаны, еще раз говорю, вплоть до увольнения из органов. Вот эту проблему я не хотела бы так сильно масштабировать, потому что еще раз повторяю, что такие факты есть, но это не означает, что в этой системе столько там жестоких сотрудников милиции и так далее. Вы знаете, можно сказать, просто чисто между вами так. Мы все хотим обвинять сотрудников, конечно же. Хотим указывать, как им правильно работать. Наверное, наши граждане, они знают больше, чем опытный сотрудник, как правильно задержать сотрудника, как правильно провести какую-то разработку, как правильно вообще действовать в рамках закона нашим правоохранителям. Наверное, они больше нас знают об этом. Некоторые особенно, наверное, знают, те, которые сидят на диване и комментируют. Пусть встанут наряду с этими ребятами, которые круглые сутки не спят. Вы знаете, скажу так, у каждого из них ежедневный стресс. Не исключены психические расстройства, потому как с такой категорией граждан мы пересекаемся. Просто элементарно на законные требования сотрудника мы получаем такой мат трехэтажный. Вы понимаете, люди обязаны реагировать, уже защищая свою честь и достоинство. Вот периодически выезжаем на рейды с нашими сотрудниками от ГАИ просто. Останавливают автомобили. При мне однозначно сотрудник ГАИ не имеет возможности такой, как как-то нахамить, вот подойдя к машине. Представляется, законные требования, да, вот выдвигаются и соответственно говорят о том, что вот у вас есть правонарушение и начинается ужас. Начинается истерика. Вот так себя люди ведут, что ты вот сколько бы ты не выдержал, но это вот это терпение, оно, наверное, когда в каком-то этапе заканчивается, понимаете? Я вообще не в контексте этого вопроса с этим ребенком. Вообще, в целом, да. ситуация по ребенку, она даже не обсуждается. Правда. На него я сам, когда посмотрел на него, вы знаете как, ну, мы разберемся, конечно же, но у этого ребенка на лице написано, что он не преступник. Обвинять сегодня своих сотрудников я не собираюсь пока, потому как жду соответствующее разбирательство. Так как любое решение мы должны принимать объективно. И скажу вам так, я своим сотрудникам сказал одно, дайте мне возможность вас защитить, создайте такие условия, где вы будете правы. Я вас всегда поддержу. Я каждого сотрудника готов поддержать, но и при этом предупредил, в случае нарушения вами закона в обращении с нашими гражданами, вы будете все наказаны. Не взирая на ваши фамильные принадлежности, родственные или другие. Для меня этого момента в жизни не существует. Для меня все сотрудники. Сегодня вот мы не планируем обсуждать широко, скажем так, проблему ДТП в Абхазии. Я думаю, что 24 часа, по-моему, люди это обсуждают, потому что время от времени общество трясет гибель молодых людей. Вот совсем недавно погиб 18-летний парень Хрухумал. И я просто видела, что вокруг меня люди, которые абсолютно чужие для этого ребенка, не родственники и даже не знали. Даже одной фотографии его было достаточно для того, чтобы все глубоко пережили эту трагедию. Я к чему говорю, это периодически происходит в нашей жизни. Хотелось бы услышать вот какую конкретику. В ближайшее время что может в этой связи измениться? Что может измениться? На что вы, ваше ведомство, ГАИ, вот можете повлиять? Хочется конкретики, потому что вот мы поняли, из-за чего все происходит. В принципе, мы понимаем, много факторов. Но заниматься просто увещеваниями не пейте, не превышайте скорость, еще что-то, еще что-то и так далее, это не помогает, да, или мало абсолютно помогает. Даже вот рейды, которые гаишники проводят своими силами и так далее, в какой-то степени помогают, но мы же видим, что все равно вот эти истории жуткие, они повторяются. Вот скажите, что вы планируете в ближайшие полугодия или, не знаю, может, год, вот есть у вас возможность вот эту картину страшно поменять? Ну, как я, в принципе, ранее везде об этом говорил, на всех совещаниях и, в принципе, в репортажах определенных, скажу вам следующее, что предисловие тогда это для нас большая беда. Если в целом криминогенная обстановка в стране меняется, положительную сторону, динамика очень хорошая есть, на которой мы сегодня на самом деле, чем мы и можем, в принципе, сегодня как положительный фактор так кого-то обозначить, но проблема на дорогах у нас остается прежней. Я уже неоднократно вы видели и на абхазском языке, и на русском делал обращение к нашим гражданам, рассказывал о проблематике вообще, обращался к нашим родителям, молодых ребят, которые по ночам гоняют по городу и по трассе. ничего не изменилось, к сожалению, ничего не меняется. Кстати говоря, вот мне недавно рассказывали, я не живу в районе турбазы, я живу в районе рынка, но в районе турбазы говорят ночью какие-то ужасные вещи происходят. Невозможно это остановить? я лично ездил по ночью по городу, 24 автомобиля взял, кстати, за неделю было взято как-то более 60 автомобилей, но они не заканчиваются, так как родители сегодня спокойно спят, пока их сын летает по городу. И виновата в этом, наверное, милиция, которая за ним 24 сайта гоняется. Когда мы изымаем автомобиль, они прибегают. А почему моего сына отобрали автомобиль? Ну, говоря об этой проблематике, конечно, говорить можно очень много. В первую очередь, это, конечно же, я считаю, что главная задача не только нас, а всех тех, кто сами за рудом находится. Они сами должны себя дисциплинировать. В настоящее время, вот как я и ранее говорил, у нас по территории нашей трассы основной установлены 13 камер видеонаблюдения, фото-видео-фиксации. это все те камеры, которые были закуплены в рамках проекта прошлого года. В этом году мы хотим еще закупить и до конца года это количество увеличилось до 50. Соответственно, даже эти 12 камер уже начали приносить свою пользу определенную. если ранее основной акцент в отсутствии камер мы делали на мероприятии как скрытый патруль, сегодня меньше делается акцент по тем территориям, где были установлены соответственно работаем на администрирование тех граждан, то есть привлечение к административной ответственности всех тех, кто занимается правонарушениями. Когда будут установлены 50 камер, этот объем еще больше увеличится. соответственно мы хотим сделать так, чтобы не то, что наши граждане не имели возможности ездить по стране, а чтобы имели возможность все их нарушения были зафиксированы. И они привлекались к административной ответственности. Я думаю, ну знаете, если мы не понимаем силы, будем понимать, наверное, рублем либо какими-то другими действиями. У вас есть такая возможность в этом году вот те же 50 камер, о которых вы говорите, установить именно в этом году? Я же вам о чем году? Это говорю, это есть государственный проект, который, соответственно, одобрен руководством страны. Все финансовые средства на это выделены. Мы их поэтапно осваиваем. И в рамках этого года мы планируем установить еще там получается 38 камер. Это получается, чтобы довести их до 50. То есть в общей массе камер будет по трассе сегодня у нас 50. Это вы какой участок трассы можете охватить? Кенгур. Это пока так. Да, сможете. Дальше также будем продолжать эту работу. Помимо этого, уже в этом году мы сейчас в тестовом режиме отрабатываем мобильные комплексы. Это что означает? Это автомобили оборудованные так скажем ну то есть автомобили наши служебные оборудованные в фото и видеофиксации которые будут двигаться по центральной трассе автоматически выявлять нарушителей на дороге то есть соответственно в ходе движения если автомобиль тебе встречается то есть автоматически считывается его регистрационный номер информация передается на ближайший пост ГАИ о том что автомобиль движется и в отношении него принимаются соответствующие меры то есть множество таких вот скажем интересных реализаций у нас все впереди и мы считаем что в техническом плане вот мы надеемся что мы сможем технически остановить вот эту ситуацию на дорогах улучшить потому как по-другому у нас не получается но к сожалению сейчас лето приближается туристический сезон и эта проблема обратно обостряется мы активно занимаемся этой работой и уже у нас есть серьезные так скажем уже подготовленные проекты которые готовы уже к реализации и скажу вам следующее но все равно как бы оно ни было наша дорога она своеобразная специфичная то есть есть некоторые участки где камеры не помогают на этих участках мы будем укладывать наверное искусственные неровности осталось их немного практически везде где вот если обратили вы внимание где уложены искусственные неровности это те территории где массово совершались дорожно-транспортные происшествия сегодня там они минимизировались в любом случае камера это одно но не каждый вспомнит о том что она висит но ему необходимо допустим скажем так другое препятствие какое-то ну человек зарублен все равно когда он знает что трасса плотно обеспечена видеокамерами он чувствует правда же я понимаю ограничение своей свободы да к примеру да вот Ацинский поворот вы знаете сколько там уже у нас было дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и соответственно мы уже решили в течение недели-двух наверное там уже будет установлена искусственная неровность и плюс еще будут на подходах работать камеры соответственно то есть как бы все возможные ресурсы для этого мы хотим использовать конечно для этого всего нужно время потому как даже купленное оборудование требует соответствующего обслуживания и установки понимаете то есть это программное обеспечение которое будет работать помимо этого в рамках этого года нам закуплены еще 60 камер грубо говоря другой как скажем так фиксации вообще правонарушения это все в общей системе как я ранее говорил у нас так скажем центр обработки данных всех нарушений он будет един и все нарушения они будут выводиться скажем так на каждую патрульную машину у нас уже закуплены соответствующие планшеты на которые будет поступать информация то есть сотрудники госавтоинспекции будут иметь возможность прям в онлайне получать информацию о нарушениях и как говорится всех тех возможных ранее уже совершенных правонарушениях этим водителям то есть как бы ему необходимости там не будет куда-то там скажем звонить на месте прям это все будет там распечатываться и чеки и все остальное то есть все эти удобства мы делаем идем по пути совершенствования идем по пути технологического прогресса я уверен что он должен привести нам определенную пользу в какой-то момент в Абхазии пришло сознание того что вот нужно использовать лежачие полицейские которые возможно серьезно повлияют на ситуацию с ДТП да вот сегодня какая ситуация вот я скажу я часто езжу по трассе езжу по городу реакция нормальных водителей аккуратных водителей осторожных водителей они говорят они возмущаются я обычно говорю на язык вот очень часто водителям приходят плохие слова примитивные слова они говорят боже мой только что положили асфальт как это было прекрасно опять лежачие полицейские дальше едешь опять лежачие полицейские просто мне хочется узнать вашу позицию да уже поняла что вы за но насколько я понимаю не вы занимаетесь укладкой вот этих устройств или лежачих полицейских да которые сейчас местами вообще страшно разбиты они скажем не покрашены не окрашены не выделяются в трассе поэтому когда ты едешь ночью это очень опасно и причем когда они самодельные или как они называются вот я не знаю когда они очень грубые и так далее и так далее это вообще такая проблема для самих машин тоже мне жалко например нормальных водителей аккуратных водителей которые еще хорошо ухаживают за своими машинами и так далее хорошо вот скажите кто определяет где именно нужно устанавливать лежачие полицейские иногда говорят что по требованию граждан занимаются этим вообще кто занимается с вами согласовывают и вообще как это должно быть чтобы это было эффективно а не так чтобы везде где попало начали класть лежачие полицейские так не бывает что везде где попало скажу вам так давайте отдельно есть такое понятие шоссейная дорога есть уже другие виды дорог ну соответственно скажу вам так касаемо шоссейной дороги во-первых это специалисты определяют где это на самом деле необходимо почему мы сегодня в принципе их укладываем да потому что по-другому мы своих граждан остановить не можем я понимаю что сегодня у нас достаточно большое количество и основная так скажем масса наших граждан ездят без нарушения правил дорожного движения вы представляете если все бы нарушали правила дорожного движения мы бы наверное ни за кем не успевали тотально нужно было бы всех наказывать я вам скажу так процент нарушителей достаточно очень низкий но они и приводят к особым таким скажем страшным последствиям и благодаря ним вот те водители о которых вы говорите те аккуратные водители они в принципе страдают они страдают того что переехала так скажем искусственная неровность с твоей машиной точно ничего не произойдет просто дискомфорт так скажем остановиться дальше двигаться и все остальное может быть расход топлива и все остальное но если ты его не видишь вот ночью проезжаешь и не видишь нет такого понятия не видишь вот когда мы сдаем экзамен на водительское удостоверение там обязательно в первую очередь нужно знать все знаки дорожного движения нету у нас ни по трассе ни где-то в городе ни одной искусственной неровности где нету знака предупреждающего о его наличии если мы не смотрим на знаки то конечно же мы можем воткнуться куда угодно не только по трассе они появляются я могу вам сейчас улицу назвать по которой я часто езжу там никаких знаков нет есть такие знаки где дорога закончилась обрыв там может быть тоже понимаете если ты не понимаешь знак ты можешь куда-то улететь надо знаете это я сейчас не тем гражданам говорю конечно же но в то же время все эти места они заранее изучаются чтобы вы понимали почему сейчас мы говорим о цинском повороте потому что во многих других местах мы исключили вот аварийные ситуации исключили благодаря именно вот этим искусственным неровностям но есть остались отдельные места потому как мы всегда видим статистику изучаем отдельные участки дороги потом это все согласовываем с Абхазоавтодором и городскими управлениями автодорожными так скажем и районными управлениями и все совместно то есть как бы это решение принимаем а укладкой конечно занимается Автодор Абхазоавтодор Абхазоавтодор конечно да буквально в прошлом в прошлом году вы помните нам был удар от наших так скажем соотечественников из Карачаева Черкесии было передано 640 метров фактически все мы уложились и вы видели старые искусственные неровности были сняты и соответственно уложены новые так как старые позволяли людям наоборот нарушать правила дорожного динам так как часть могла отсутствовать люди выезжали на встречную полосу дабы комфортно как вы говорите проехать не могли совершить дружно-транспортное происшествие обычно когда мы обсуждаем какие-то проблемы по вашей части мы начинаем с общей криминогенной ситуации но сегодня у нас немножко другой подход скажем да вот к проблемам но завершая передачу опять же не углубляюсь хотелось бы чтобы услышали от вас в целом криминогенная ситуация просто нас не поймут если мы об этом ничего не скажем в двух словах буквально какие-нибудь ключевые вот ваши выводы какова эта ситуация в Абхазии криминогенная я вам скажу конкретнее какая у вас ситуация криминогенная да давайте даже в некоторых цифрах вам приведу наверное да это будет наверное правильно так скажем вот я как человек так скажем со стороны да вот бывший так скажем да вот чекист в первую очередь для меня было важно понять статистически как развиваются тенденции вообще да вот какая идет положительная динамика отрицательная что имеется ввиду положительная динамика это конечно стяжение уровня преступности и что замечается на самом деле вот изменилась ситуация фактически вот в корне она начала меняться где-то периода 20-го года да вот она в корне начала меняться и сегодняшним днем скажем так ежегодно она идет на улучшение вот если у нас в сравнении скажем так уровень раскрываемости и в силу совершаемых преступлений конечно же вот если шкала идет да общее уголовное преступление в сравнении с 22-м годом 23-й год 119 преступлений минус то есть да вот общее уголовное преступление уровень раскрываемости вот у нас идет плюс 1,6% 93% раскрываемости я вам еще раз говорю для меня это вот то же самое вот 93,7 то есть как бы вот такой уровень раскрываемости и количества преступлений не было фактически никогда наверное по разным факторам я не знаю каким конечно же скорее всего наше общество начало по-другому чуть жить меньше стало совершать преступления и думать о преступлениях вот в чем наверное самая главная суть ну и конечно же работа правоохранителей она здесь видна так как даже совершенные преступления они раскрываются в таком объеме можно сказать что на нашей территории каких-то таких группировок преступных опасных и так далее что нет вообще я с уверенностью могу сказать что сегодняшним днем устойчивых группировок нацеленных на совершение каких-то тяжких и особо тяжких преступлений в Абхазии нет вот спасибо некоторые могут говорить о том что все что какие-то ситуации происходят это отдельные личности которые до сих пор еще не поняли как правильно жить но мы с ними тоже ведем определенную работу в рамках 24 года вам скажу вот уже за 3 месяца первых да первый квартал в сравнении даже с прошлым годом уже минус 23 преступлений уголовного характера то есть если в прошлом году было минус 119 уже минус 123 в этом году то есть эту тенденцию по уменьшению уровня преступлений мы дальше продолжаем то есть ежегодно у нас криминогенная обстановка в стране улучшается и мы эту планку будем сдерживать мы ни в коем случае не допустим чтобы рост преступности в нашей стране как-то был допустим знаете как я не буду говорить примерно с учетом того что мне приходится часто выезжать за пределы республики знакомиться с работой органов внутренних дел региональных республиканских так скажем на территории Российской Федерации в том числе и в других республиках как Беларусь скажу вам так что криминогенная обстановка в нашей стране в разы и порядком лучше чем во многих регионах Российской Федерации и других республик спасибо большое я это заявляю со всей ответственностью когда я прихожу на работу и мне вот скажем так вторую третью неделю там допустим когда мне дежурный докладывает что преступление уголовного характера за период его дежурства не совершено это считается хорошим показателем я считаю что если мы ситуацию на дорогах сможем улучшить криминогенная она находится у нас в достаточно хорошем таком состоянии скажу вам так нам мы смем добиться больших результатов буквально на днях я провел совещание в преддверии летнего курортного сезона вся страна его уже видела и как какие задачи мной были поставлены и то как я сам планирую реагировать наверное там все высказал если знаете кого-то это как-то напрягает кому-то может быть кто-то может возмущаться наверное на этот счет есть наверное определенный ответ этот человек не хочет жить спокойно мы хотим обеспечить правопорядок и благосостояние наших граждан вот будет правопорядок люди начнут жить люди начнут двигаться в правильном направлении люди начнут работать те же самые преступники которые сегодня преступным образом живут скажу вам так они должны в конце концов мы им должны помочь выйти из этого состояния и дать им возможность где-то в другой области себя определить так там много очень что вы понимали ребят очень способных их просто жизнь знаете ведет не в том направлении мы как правоохранительные мы не карательный орган мы обеспечим правопорядок мы обеспечим безопасность мы в том же числе и наверное должны быть какими-то знаете лечебным учреждением скажем так вот это чуть-чуть поменять их соображения как им жить жизнь прекрасна она же каждый день развивается становится лучше столько красок на улице которые можно не увидеть будучи в тюрьме согласитесь интересно быть на улице чем в тюрьме я думаю это так это не какая-то знаете романтика которую может объяснять правоохранитель дабы люди не совершали преступления это жизнь которая поменялась в корне сегодня на улице гораздо интереснее вот пускай они занимаются этими интересными делами никак не правонарушениями абсолютно доступный чиновник министр внутренних дел который говорит простым человеческим абсолютно понятным языком и хочет воспитывать я так вижу наше общество мы сегодня обсуждали вопросы серьезные которыми спекулировать ни в коем случае нельзя вам большое спасибо что делаете немало для того чтобы доверия к правоохранительным органам стало еще больше это была Аргама так это Субтитры создавал DimaTorzok